Виталий Саушкин в строительном бизнесе уже больше 10 лет. За эти годы повидал многое – и скачки курса валюты, и несколько кризисов. И давно не считает это сложностями. Напротив, перепады в экономике только подогревают интерес предпринимателя к ведению бизнеса. С июля этого года все застройщики столкнулись с изменениями в 214-м федеральном законе, связанном с долевым строительством. По новым правилам игры, застройщик не может возводить дома за счет дольщиков. Он должен выполнять все работы, либо наличные средства, либо с помощью банковского кредита. Такое нововведение для застройщиков все только в процессе усвоения. Однако уже сегодня они прогнозируют сокращение сроков строительства, что не может не радовать покупателей жилья. Деньги будут заемные, и, соответственно, со стороны банка будет какой-то некий контроль. И нам-то не очень будет интересно достигнуть удовольствия и выплачивать. Мы же платим деньги за пользование кредитом. Для того, чтобы помочь бизнесменам разобраться с новой системой, в Самаре провели семинар. Консультацию устроили федеральные специалисты, которые ответили на все волнующие строители вопросы. Методологическую помощь местным застройщикам готовы оказать и в региональном правительстве. Мы, как министерство строительства, не можем стоять в стороне. И благодарны коллегам за их приезд в наш регион, за то внимание, которое уделяется самарскому региону. Говорят, что совместными усилиями окончательно добьемся решения поставленных задач по переходу на новые изменения в рамках 2014 ФЗ. У застройщика сегодня есть уникальная возможность использовать для строительства федеральные земли. Сейчас в Самаре есть семь свободных участков. Один из них расположен вблизи стадиона Самара-Арена. Застройка там необходима, считают региональные власти для комплексного развития территории. Тем более, что и вся инфраструктура готова. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.